итак доброго времени суток друзья приветствую всех на канале rzone game сегодня мы с вами посетим один из топовых проектов которые находятся на платформе rage mp про этот проект мне писали уже многие просили сюда зайти посмотреть и высказать свое мнение надо сказать что на этом проекте я уже давно был зарегистрирован и даже снимал видео как вы сейчас можете заметить 9 и 8 месяцев назад но не знаю что пошло не так и в чем дело но почему-то зайдя на проект и посмотрев статистику и как вы можете заметить я даже докачался до профессии дальнобойщика но сервер почему-то считает что я здесь зарегистрировался всего 5 месяцев назад хотя видео вышло 9 месяцев назад не знаю в чем причина но меня полностью обнулили у меня нет ни лицензии ни денег ничего и даже квесты мне не подвластны я не могу проходить квесты в общем вот такая вот ситуация а имею ввиду я квест для новичков когда появляешься на проекте естественно проходишь линейку квестов чтобы заработать какие-то первоначальные деньги но меня это уже не касается потому что я эти квесты проходил когда зашел сюда первый раз и вот вместо появления то же самое откуда я 8 или 9 месяцев назад вышел это строительная площадка и отсюда я в общем-то и уходил с этого проекта ну и опять начинать мне нужно все самого начала и я наверное должен сразу же сказать что друзья я не знаю почему мне писали зайди и посмотри на этот проект я на нем был и наверное я не разделю вашего восторга от этого проекта и начнем мы вот с этой вот работы от которой я не был восторге тогда и не восторге сейчас обратите внимание сколько точек сейчас нужно пробежать для того чтобы повысить себе уровень этой работы а на этой работе есть три специальности грузчик монтажник и инженер но дальше грузчика я уверен вы не сможете пройти потому что как вы можете заметить пробежать вам для повышения нужно 700 точек ну 699 ну 700 точек еще заходя сюда первый раз когда это значение значилось на цифре 350 точек я говорил что это займет около пяти часов так вот теперь это займет 11 часов свыше 11 часов постоянной беготни и для меня наверное навсегда останется загадкой зачем разработчики данного проекта ставят такие невыполнимые нормативы на первоначальных работах для чего это сделано ну мне не постичь я не понимаю зачем ставится вот такие вот конские требования есть первоначальная работа работа строителя она подразделяется на три профессии ну так дайте возможность человеку там буквально за два три часа пройти эту степень все равно никто не будет строить себе карьеру на стройке ну так дайте людям поиграть так нет делаются специально какие-то конские требования а это действительно конские потому что никто и в здравом уме не будет 11 часов подряд бегать чтобы прокачать себе эту специальность я походил по проекту поспрашивал у людей и не нашел ни одного человека даже из старичков даже из администрации кто бы мог мне объяснить как выглядит следующая профессия например профессия монтажника которая на этой рабочей точке значится следующей профессии строителя грузчик монтажник инженер не монтажников не инженеров на этом проекте просто нету его зачем так делать для меня останется наверное загадкой ну и так как эту работу просто зачем-то взяли и загубили сделали из нее неинтересную рутину она выглядит вот таким вот образом мы бежим на точку а берем мешок и с этим мешком бежим на точку б потом с точки б мы возвращаемся на рандомную точку а но оплачивается нам только первый отрезок беготни от точки а до точки б возвращаемся на точку а мы бесплатно ну в общем то очень и очень нудное занятие которое я вам скажу не нравится никому на этом проекте с кем бы я не разговаривал все считают ее просто откровенным говном а ведь можно было бы ее разнообразить открыв остальные специальности к быстрому прокачиванию чтобы игроку было интересно но это профессия здесь висит мертвым грузом вот этим вот беготню с мешками от точки а до точки бое обратно точку а заниматься никто в общем то не хочет ну а у вариантов больше нету а что же думают игроки по этому поводу грузчик это с первого ранга и работ но настройка еще лучше не работать это чисто такая первая работа ну там же вот лишь качкой 33 еще правда да 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 есть но прокачиваешься больше зарплата будет но лучше там не работать да почему он меньше плачет чем на других от это может он смогут работу инженера там навлечены все поставляют афиг знать они не работал ха 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 я понял я понял типа а вот а вот а настройки есть еще две специальности ты работал там нет не 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 это вообще не очень слушайте кто-нибудь настройки работал стройка пора же друг не не туда я хотел узнать там есть три специальности кто-нибудь работал надо на следующих специальностях нет там говно ты просто бегаешь по точкам и все чтобы ты понимал зарплата чисто в минус идет с каждым рангом то есть там качаться нет смысла никакого да нет нет ну и да друзья действительно не смысла нежелание ну нету просто находиться на этой точке даже не имея денег я все-таки принял решение отправиться куда-нибудь в другое место поискать еще какие-то рабочие занятия но только бы свалить отсюда подальше к сожалению тут еще имеется какой-то непонятный баг при увольнении мне выскочила вот такая вот табличка я даже не знаю как произнести эту цифру копейки мне начислили в каких-то миллиардных дробях не знаю что это за прикол такой ну наверное просто баг ну в общем-то и ладно отправляемся на следующую рабочую точку а это работа мясника я и пошла говорил что точка подобрана достаточно ну в приятном таком антуражном месте и в общем-то по транспорту можно заметить что здесь кто-то есть уже кто-то работает отправляемся на эту точку до места действительно интересно и на многих проектах она задействована она действительно выглядит как мясной цех я уже показывал неоднократно в нескольких своих обзорах данную точку она действительно ну такая достаточно ключевая и в общем-то приятно выглядит а вот сама работа мне не понравилась и в первый раз и не понравилась она мне сейчас а не нравится она мне потому что здесь надо печатать какие-то комбинации букв и если джей и эф это еще нормально то есть не надо даже отрывать руку то вот например к и джей нужно переносить руку вправо а это ну я вам скажу то еще занятие где-то на 20 там 30 раз вы понимаете что ну вам это не нравится вы выходите из зоны комфорта вы не играете а реально работаете потому что рука у вас время ходит вправо влево вправо влево вправо влево вы делаете сидя за компьютером получая удовольствие от игры физические упражнения что не всегда хорошо и мне например она эта работа ну вообще не нравится мне вообще не нравится когда игрока заставляют трудиться но в общем-то наравне с его персонажем потому что я может быть даже больше делаю физических движений чем мой персонаж потому что меня заставляют печатать какую-то комбинацию букв ну и опять же разговаривая с другими участниками этого проекта и других проектов где то есть такие же работы где вас заставляют печатать какие-то комбинации из символов или букв я ни разу не слышал одобрительного разговора в сторону вот подобной работы до были люди которые говорили да мне принципе насрать большинство говорила что им это не нравится но я не встретил ни одного человека который сказал бы что боже мой какая прекрасная работа я так люблю печатать я сдохну за этот проект такого я не встречал да есть люди которым в общем-то по барабану но большинству это не нравится и я не одинок в этом я ненавижу подобную работу потому что она действительно выводит меня из зоны комфорта я сел поиграть я хочу расслабиться да я еще могу понажимать кнопки левой рукой облокотясь попивая одной рукой кофе но когда меня заставляют реально работать а это действительно реальная работа при каждом передвижении с точки до точки вам надо напечатать 4 символа ну вот пожалуйста вам например 100 точек это до 400 символов вам надо напечатать но это уже какая-то работа стенографистки получение удовольствия здесь ну лично для меня но нет вообще никакого я могу согласиться с тем что кому-то это нравится напишите пожалуйста в комментариях кого кому действительно нравится подобная работа когда вас заставляют печатать какие-то символы мне интересно было бы послушать ваше мнение ну а я же подобным идиотизмом извините долго заниматься не могу мне этого хватает и вне игрового времени чтобы еще и зайдя в игру для получения удовольствия тоже сидеть и печатать какие-то комбинации но надо следовать дальше денег как не было так и нету заработать их все равно надо потому как нужны права которые у меня когда-то были но теперь их уже нету а все остальные профессии они завязаны на правах поэтому какую-то работу мне все равно искать надо ну и следующая работа которую хотелось бы показать это работа лесоруба и опять долбежка по клавишам я не знаю вот как 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 и кому вот пришла в голову идея что давайте-ка мы заставим игрока долбить по клавишам серьезными для меня это ну я не пойму этого наверное никогда я зашел чтобы поиграть получить удовольствие и расслабиться и даже на проектах армы на роли play проектах армы я тоже всегда подчеркиваю если есть автоматизация игрового процесса когда заставляют играть игрока то есть не играть а работать вместо того чтобы получать удовольствие я считаю это огромной глупостью поэтому конечно же и здесь я тоже надолго задержаться не смог и заметьте нас здесь двое это мне кажется хорошо подчеркивает то что но никому не нравится когда заставляют делать вот такие вот манипуляции руками на клавиатуре и нет нет дело не в том что сейчас ночь темно и просто не онлайн так скажем не prime time я приезжал сюда и днем но не днем не ночью здесь не многолюдно так скажем потому что людям действительно не нравится подобное введение никому не хочется просто так печатать какие-то комбинации если например взять тот же проект грант да вот по этой ссылочке можно будет его посмотреть то там профессия лесоруба сделано но на высшем уровне там вас не заставляют ничего печатать вы просто подходите и взаимодействуете с деревом в общем то мне кажется что вот это было лучшее решение но а вот это не нравится не только мне а видимо многим но если быть до конца честным то если бы не вот это вот который сейчас показан стрелочкой система бонусных поощрений я бы вообще ушел с этого проекта потому что вот на такой работе зарабатывать на права ну желания нету вообще никакого но за то что я нахожусь на проекте мне падают вот такие вот очки которые можно потом разыграть в лотерею а вот эта фишка этого проекта мне очень понравилось данные очки начисляются вам за то что вы присутствуете на проекте там идет шкала времени по истечению этого времени вам падает по 200 вот этих вот очков мне так падала два раза потом почему-то счетчик замер не знаю в чем здесь дело выиграть можно ну в общем то вы сейчас видите и машины и деньги и какие-то еще видимо скины не знаю мне выпали деньги а второй раз я выиграл машину и вот на эти-то деньги вот кстати сейчас как раз получилось так что я сначала выиграл еще этих очков ну а потом последствии покрутив я выиграл деньги ну естественно что имеется ввиду не реальные деньги а внутри игровые деньги которые в общем-то мне и помогли продолжить это путешествие по этому проекту дальше ну а вот как выглядит выигрыш в деньгах выпадает такой красненький билетик и все у меня есть денюжки но перед этим как получить права но посмотрим еще на одну работу который кстати при первом моем посещении этого проекта не было я не помню здесь никакой фермы но теперь здесь есть ферма но я могу и ошибаться может быть здесь фермы было я не пересматривал свое старое видео но тем не менее идем и устраиваемся в принципе как в целом сделана работа на ферме мне понравилось единственное что она немножко замысловатая слишком много табличек слишком много чего-то непонятного так например вот мы сейчас видим культуры которые можно продавать но собирать мы можем только апельсины найти апельсины тоже не так-то просто надо найти вот этого толстяка бота у него вычислить какой номер это и вот грядки или как это назвать не знаю и туда самому проложить маршрут потому что они видите не подписаны ну в общем есть такие свои сложности но в принципе в целом работа сделана неплохо единственное что когда приходим так сказать собирать опять ненавистные буквы блин так что за маньяк на этом проекте я не понимаю зачем везде делать вот эти вот идиотские буквы я уже показывал неоднократно работу фермера и кстати точно такой же сад и точно такая же анимация но все это происходит через букву е здесь же опять этот маньяк накидал сюда комбинации букв ну и разумеется что это уже третья работа в которой меня заставляют что-то печатать я не смог работать и здесь но тем не менее вкратце я расскажу как будет продолжаться работа фермера в дальнейшем после того как вы прокачаете один уровень вот таким вот задротным путем вам открывается другая работа а это работа связанная со сбором своего собственного урожая вы идете в магазин покупаете нужные вам семена смотрите уже по цене подходите к боту смотрите на какое поле вы можете сажать тот или иной вид культуры сажаете ждете пять минут вырастает ваша культура снимаете ее и продаете возле этого бота в общем то вот таким вот образом выполнена работа фермера после первого уровня все очень даже интересно но первый уровень вот это задротство с клавиатурой это конечно меня выморозило и я ушел отсюда наконец-то пришло время получать водительское удостоверение и вот в общем то к этому претензии меня практически нету хорошо выполненная автошкола это вы сейчас видите единственное чтобы мне здесь хотелось сказать что взята некая американская что ли система лицензирования водительских прав и не знаю зачем это было сделано я до сих пор не знаю какую категорию для чего нужно открывать вообще все очень и очень непонятно ну вот вы сейчас это видите причем когда стоишь и читаешь вроде бы все понимаешь но стоит только отойти минуты через две через три ты уже не помнишь какую категория за что отвечает и у меня даже была смешная ситуация в поле т.б. меня встретила одна из администраторов этого проекта я у не спросил куда бы мне пойти поработать она посоветовала пойти в такси я говорю и какая же категория мне нужна она исчезла на какое-то время видимо пошла посмотрела в автошколе какая категория нужна через минуты две три появилась опять передо мной сказала вам нужна категория а блин даже администрация не помнит какие категории за что отвечают и это действительно такая вот небольшая проблема не знаю чем не понравилась наша российская близкая нам система лицензирования водительских прав зачем нужно было варить вот эту сложную какую-то американскую непонятную в общем-то категории ну в общем вот такая вот у меня единственная претензия к этой автошколе ну а остальное вы видите далее мы отвечаем на вопросы вопросы достаточно простые в общем то если вы хоть как-то знакомы с правилом дорожного движения то вы их на них ответите к тому же вас никто не подгоняет никакого таймера нету не спешите можете погуглить и ответить в общем то на все вопросы далее идет практическая часть ну она стандартная просто катаемся по триггерам в общем то ничего такого интересного здесь уже и не будет но главным образом что мы получили права и теперь можно переходить уже на другие более дорогостоящие работы и первая работа которую хотелось бы показать работа мусорщика вот таким вот образом мы берем в аренду машину красим ее в любой цвет и в общем то выезжаем на линию машинка симпатична и вообще в целом о работе хотелось бы сказать что работа ну может быть даже на мой взгляд лучшее на этом проекте я ее хвалил и в первом своем обзоре и в общем-то собираюсь хвалить ее и сейчас мне нравится как она сделана и вообще весь функционал который прописан в этом скрипте он очень прикольный есть даже навигатор который говорит женским голосом правда и наверное из-за рассинхронно несет какую-то чушь когда я работал на этой работе еще на первом обзоре это происходило все в городе и мусора надо было собирать в разных бачках теперь же ее переделали теперь вы выезжаете ну на приличное расстояние и собираете мусор только в одном бачке выглядит это вот таким вот образом как сейчас на экране мы подходим к сожалению у меня видите бачок упал но триггер остался на том месте где раньше бы стоял бачок берем мешок с мусором и несем его утилизировать свою машину так делаем несколько подходов за каждый подход вам падает как видите денежка это не самая дорогостоящая работа хотя я бы ее сделал например одной из самых дорогостоящих потому что она и интересно и имеет как вы видите второстепенные действия то есть мы не просто ездим от точки до точки а нам надо подъехать лучше всего задом чтобы вам было удобнее выйти из машины и погрузить некие мешки в машину на мой взгляд ну очень интересная и красиво выполненная работа чего нельзя сказать о работе дальнобойщика к сожалению работа дальнобойщика который я чуть позже покажу выполнена банальным образом . а . б . а . б а вот если бы поменять эти работы и вот это сделать работу дальнобойщика мне кажется было бы гораздо красивее ну а вот и сама работа дальнобойщика таким образом она здесь выглядит вернее таким образом выглядит ее начальная степень вообще степеней 3 сначала вы получаете вот такой автомобильчик дальше будет легкий грузовик и дальше уже тяжелый грузовик ну и вот перед вами . загрузки никаких промежуточных действий в этой работе нет но кроме шкалы которая заставляет вас стоять и ждать 10 секунд типа сейчас идет загрузка а вот если бы наложить суда на эту работу вот ту самую анимацию погрузки мешков до с мусорной работы замените какими коробками и сделать вид что как будто бы я загружаю свою машину мне кажется было бы гораздо красивее в общем то взять тот же самый скрипт но только вот с этими машинками и с той самой красивой загрузкой ну а так это выглядит вот просто езда от точки а до точки б и в общем то все приезжаем на вторую точку ждем опять 10 секунд и едем на следующую точку ближайшую к вам опять заезжаем на синий триггер ждем 10 секунд и едем дальше как я и говорил работа очень банальная и если бы я занимался этим я бы например заменил работу скрипт работы длиннобойщика вот на эту на работу мусорщика поменял их местами потому что работа мусорщика выглядит гораздо интереснее так как в работе мусорщика есть промежуточные действия которые вас не напрягают в промежуточных действиях вам не надо набирать никаких комбинаций букв вы просто подходите на триггер загорает включается вернее анимация и вы грузите свою машину ну это прикольно выглядит но к сожалению оплачивается гораздо меньше чем вот эта работа но есть на проекте и еще один вид работы тоже связанные с доставками которого я раньше не видел это почтовая служба выполнена она примерно так же как и работа мусорщика только нам предлагается на выбор две машины но в общем то здесь у выбор как выбор в общем то машинки одинаковые просто цвета другие берем машинку едем наподобие дальнобойщика встаем под загрузку проходит 10 секунд машина считается загружены и выдвигаемся на в точку вернее в точку доставки естественно что точки доставки уже не помойки как с помойной машины да с мусорщиком мы ездим по жилым домам и разгружаем реальные посылки то есть у посылок есть модельки модельки повторяются достаточно редко но это вы сейчас увидите надо также как на подобии работы мусорщика да только мы носили в машину из помойных бачков а здесь мы из машины носим вот по адресам выполнено тоже очень прикольно анимации вот подбор от этих вот коробочек как видите вот он из машины поднимает коробочку несет видите коробочки все время разные там по моему четыре или пять моделей коробок они так рандомно чередуются выполнена работа обалденно красиво и я опять не понимаю почему высокооплачиваемые работы здесь считается банальная работа дальнобойщиком в общем то где вы едете от точки а до точки б без каких-либо промежуточных действий лично мне логике авторов наверное будет не понять мое мнение что банальное должно быть дешевым а красивая и мультипликационная анимированная должно быть дорогим ну и вот перед вами последняя работа на этом проекте и тут я даже не знаю что и комментировать нечто подобное можно найти в детском разделе играх вконтакте например там есть детская игрушка собери бутерброд вот здесь тоже самое зачем добавили не знаю но заметьте даже здесь в этой придурочной игре этот маньяк добавил набивание символов даже здесь вы делаете какие-то дурацкие бутерброды в детской игре и все равно в конце повесили набивание вот этих вот символов я не знаю что за маньяк здесь клавиатурный проживает на этом проекте но везде вот эти идиотские символы везде естественно отсюда это уже слился ну и на этом наверное будем заканчивать и как я сказал в самом начале ролика извините если не оправдал ваших надежд но я не разделяю восторга по поводу этого проекта проект на мой взгляд достаточно средненький да здесь есть интересные решения есть интересные рабочие занятия которые мне в общем то понравились я их хвалил еще в первый свой визит на этот проект но большинство к сожалению одно задротство наверное процентов 70 всех рабочих занятий это сплошное задротство которое просто выматывает игрока и в общем то не дает никакого удовлетворения и не дает наслаждения игрой в целом на проекте есть какие-то свои интересные фишки так например мне понравился автошкола она достаточно уникальная и интересно выполненное здание и интересно выбранным место под это здание в общем то есть на проекте на что посмотреть но в целом как я уже сказал достаточно посредственный проект и в общем то я своего мнения не изменю что мне он не особо понравился как и в первый свой визит на этот проект так сейчас кроме того как стоит это ограбление я не видел больше никакого рп только друг друга грабит грабит вообще все что шевелится постоянно причем постоянно сбивают сбивают пешеходов сбивают скутуристов причем сбивают специально намеренно сбивают да и вообще процентное соотношение людей которые зашли на этот проект просто подурачиться получить удовольствие за чужой счет слишком велик и в общем то наверное это и есть решающее почему здесь есть онлайн потому что здесь можно творить вот такой вот дичь и никто на это ничего вам не скажет если например на одном из проекта который я показывал за то что вы сбиваете человека вы тут же автоматически получаете пять минут тюрьмы то конечно же на тот проект эти люди не пойдут они будут сидеть здесь отсюда и онлайн и путешествие по подобным проектам я для себя понял что высокий онлайн это не показатель того что проект действительно хорошие стоящие из своих личных наблюдений я понял что чем больше на проекте возможен беспредел чем больше допускает администрации всевозможных нарушений тем больше там будет онлайн уж не знаю к счастью и к сожалению но к большинству игроков больше нравится заходить на проект и творить всяческую дичь нежели играть рп поэтому я и говорю в своих обзорах что я не вижу смысла называть данные проекты роли play здесь уже давно никто не играет никакие роли здесь творится дичь и чем это дичь крупнее тем больше будет онлайн и я на своих видео это уже неоднократно показывал ну а в целом вот такой у меня получился обзор и если кто-то не знаком с этим проектом или кому-то понравился данный обзор заходите играйте получаете удовольствие ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго